Приветствую вас, Вероника, или Веровника, извините, я не очень знаю, как произносить имя. Вы описываете по факту ситуацию стыда своего, то есть, вот вы говорите про стыд. И стыд это такое вот очень серьезное непринятие себя на самом деле, то есть, вы не принимаете чего-то в себе, вы не принимаете свои определенные особенности, вы не принимаете свои определенные желания, вы не принимаете то, то, что вам хочется, например, ну вот, то, что вам хочется, вы это не принимаете. И в этом основная проблема. То есть, по факту вы что-то делаете, но вы чем-то занимаетесь, вы, например, решаете совершить тот или иной поступок, да? Например, вот написано, допустим, в суши-баре, и вы отвергаете это, вы отрицаете этот момент для себя, как будто бы его нет, как будто бы говно. Как будто бы его не существует, да? Вот, и тем самым возникает разрыв. То есть, отсюда, собственно, появляется стыд, отрицание себя. Отрицание себя имеет разную природу, вот, в принципе, вам, ну вот, коллегам, моя коллега, сказал вам, что вы зависимы от, окружающих, и, как бы, это правда, но основание у зависимости в том, что, как бы, для вас важна оценка. Именно оценка окружающих и невозможность опереться на себя, саму. Невозможность опереться на свои желания, да? Вот, невозможность опереться на свои предпочтения, на свои приоритеты, вот. То есть, как бы, проблематика такая, такого плана здесь проблематика. И, соответственно, в этом направлении вам нужно двигаться. Так сказать, если вы, условно говоря, не будете, там, грубо говоря, бояться оценки людей, да? Если вы, там, не будете, грубо говоря, ну, опасаться того, что вас как-то оценят и прочее, вот, то вам будет гораздо легче. Но, момент тот в том, что этому нужно научиться. То есть, как бы, вот, действительно, действительно, нужно научиться. Нужно научиться служить себя, прислуживаться к себе, доверять себе, брать ответственность за свои действия, свои поступки и так далее. Ну, в этом, собственно, я могу вам помочь. И коллеги тоже могут помочь. Удачи вам! Всего самого доброго!